Жила-была мама-свинка и трое её поросят. Три брата, одинакового роста, кругленькие, розовые, с одинаковыми весёлыми хвостиками. Всё лето поросята ковыркались в зелёной траве, грелись на солнышке, нежели в лужах. Но вот наступила осень. Однажды мама сказала, что пора бы им подумать о зиме. Она попросила их построить большой дом. Младший брат сказал, что до зимы ещё далеко. Средний брат сказал, что когда нужно будет, он сам построит себе дом. А старший брат решил построить дом сам. Младшие и средние братья только и делали, что играли в свои поросячьи игры. С каждым днём становилось всё холоднее и холоднее. Младший брат решил построить дом из соломы. Средний брат подумал, что в соломенном доме зимой будет очень холодно. Он решил построить дом из веток и прутьев. Уже к вечеру их дома были готовы. Они были очень горды собой и не могли нарадоваться своими постройками. Теперь они были свободны и могли делать всё, что вздумается. Они решили пойти к старшему брату и посмотреть, какой дом он себе выстроил. Старший брат был занят постройкой. Он натаскал камней, намесил глины и не спеша строил себе надёжный, прочный дом. Младшие братья застали своего старшего брата за работу. Они очень удивились тому, какую крепость он строит. Старший брат спокойно продолжал работать. Младшие и средние братья начали подшучивать и смеяться над его домом. Они так развеселились, что их виск и хрюканье разнеслись далеко по лужайке. Старший брат попросил быть тише, потому что их может услышать волк. Младшего и среднего братьев это ещё больше развеселило. Они решили, что старший брат просто трос. И два храбрых братца пошли гулять. По дороге они пели и плясали, а когда вошли в лес, то так расшумелись, что разбудили волка, который спал под сосной. Недовольный и голодный волк пошёл к тому месту, откуда доносились виск и хрюканье двух голубых поросят. Братья весело шли и говорили о том, как легко они расправятся с волком. И вдруг они увидели настоящего живого волка. Он стоял за большим деревом. У него были очень злые глаза и огромная зубастая пасть. Братья настолько сильно испугались, что их тонкие хвостики мелко-мелко задрожали. Волк приготовился к прыжку. Он щёлкнул зубами и моргнул правым глазом. Поросята вдруг опомнились и, визжа на весь лес, бросились убегать. Поднимая тучи пыли, они неслись каждый к своему дому. Младший брат добежал до своей соломенной хижины и захлопнул дверь перед самым носом волка. Волк рычал и требовал открыть дверь. Младший брат от испуга не мог промолвить ни слова. Тогда волк начал дуть. Лёгкая крыша вмиг слетела с соломенного дома. Волк вздохнул ещё глубже и дунул во второй раз. Соломенный дом разлетелся в бок сестру. Волк обрадовался, щёлкнул зубами и накинулся на младшего брата. Но поросяна к ловку увернулся и бросился бежать. Он побежал к дому среднего брата. Братья успели запереться и испуганно поглядели друг на друга. Волк разозлился и принялся дуть. Дом немного покосился. Волк дунул второй, потом третий, потом четвёртый раз. Но дом всё ещё стоял. Волк вздохнул ещё глубже и дунул пятый раз. Дом зашатался и разлетелся. Одна только дверь некоторое время стояла посреди развала. В ужасе поросята бросились бежать к дому старшего брата. Волк побежал за ними. Он был уверен, что на этот раз поросята от него не убегли. Поросята быстро промчались мимо большой яблони, даже не задев её. А волк не успел свернуть и налетел на яблоню, которая осыпала его яблоками. Одно твёрдое яблоко ударило ему между глаз. Большая шишка вскочила у волка на лбу. В это время младшие и средние братья успели забежать в дом к старшему брату и закрыли дверь на засов. Волк прибежал к двери, зарычал и потребовал открыть дверь. Младшие братья были очень напуганы и не смогли сказать ни слова в ответ. А старший брат знал, что ему и братьям нечего бояться в прочном каменном доме. Тогда волк втянул в себя побольше воздуха и дунул как только мог. Насколько бы он ни дул, ни один камень не сдвинулся с места. И тут он поднял голову и заметил большую широкую трубу на крыше. Он осторожно влез на крышу и стал спускаться по трубе. Поросятам слышали шорох. Старший брат сразу догадался, в чём дело. Он быстро бросился к котлу, в котором кипела вода, и сорвал с него крышку. Волк слез по трубе и упал прямо к котёну. Глаза его вылезли на лоб с диким рёвом. Ошпаренный волк вылетел из трубы и бросился в лес. А три маленьких поросёнка смотрели ему вслед и радовались, что они так ловко проучили злого разбора. С тех пор братья и их мама стали жить вместе под одной крышей. Жила-была старая коза. Было у неё семеро козлят. Она их так любила, как может любить своих детей только мать. Собралась она идти в лес, травы и веток принести на обед. Созвала она всех своих деток и предупредила, чтобы они опасались злого волка. Он часто прикидывается, но его сразу можно узнать по грубому голосу и по чёрным лапам. Козлятки всё поняли и заверили матушку, что будут очень осторожны. Старая коза спокойно отправилась в путь. Прошло немного времени. Вдруг кто-то постучал в дверь и закричал грубым голосом, чтобы козлята немедленно открыли. Но козлятки по грубому голосу поняли, что это был волк. Они ответили, что это не матушкин голос. У неё голос добрый и тонкий, а этот голос был очень грубым. А значит, это волк. Пошёл тогда волк к купцу и купил себе большой кусок мела. Съел его и стал у него голос тонкий. Вернулся назад, постучал в дверь и тоненьким голосом попросил, чтобы козлятки открыли. Положил волк лапу на окошко и ждёт. А козлятки увидели её и ответили, что у матушки лапы не чёрные, а белые. А значит, это волк. Побежал тогда волк в пекарню и попросил, чтобы дали ему немного теста. Помазал волк свою лапу тестом. Подошёл злодей в третий раз к двери. Положил свою белую лапу на окошко и постучался. Увидели козлята, что лапа белая и подумали, что этот лапа отворил дверь, но перед ними стоял бог. Испугались они и начали разбегаться кто куда. Прыгнул один козлёночек под стол, другой на кровать, третий на печку, четвёртый в кухню, пятый в шкаф, шестой подумывальник. А седьмой спрятался в напутные часы. Но всех их нашёл волк, разинул пасть и проглотил одного за другим. Одного только он не нашёл, младшего, что спрятался в часах. Наевшись досыто, волк ушёл. Растянулся на зелёном лужку под деревом и заснул. Пришла вскоре старая коза из лесу дыр. Ах, что ж она там увидела. Дверь власти же раскрыта, стол, стулья, скамье прокинуты, умывальник разбит. Подушки и одеяло с постели сброшены. Стала она искать своих деток, но найти их нигде не могла. Звала их по имени, но никто не отзывался. Подошла она к часам и раздался в ответ тоненький голосок младшего козлёка. Вынула она его оттуда, и он рассказал, что приходил бог и всех с ним. Как плакал коза за своими бедными деточками. Наконец вышла она из дома, а младший козлёночек побежал за ней следом. Пришла она на лужок, видит, лежит у дерева волк и храпит так, аж ветки дрожат. Оглядела она его со всех сторон и увидела, что в раздувшемся брюхе у него что-то шевелится и барахтается. Она догадалась, что это были её деточки, и очень обрадовалась, что они были ещё живы. Сказала она козлёнку побежать поскорее домой и принести ножницы, иглу и нитки. Затем ножницами коза надрезала волку брюхо, и оттуда высунул в свою голову один козлёночек. А затем и другие выскочили, все шестеро, и ничего с ними плохого не случилось. Вот уж радость-то была! Стали они обнимать свою матушку, скакать и танцевать. Затем старая коза сказала, что было бы неплохо проучить волка, пока он ещё спит. Они натащили камней и засунули их волку в брюхо. Зашила старая коза ему брюхо, а тот ничего не заметил, даже ни разу не пошевелился. Выспался волк, поднялся на ноги и почувствовал в брюхе такую жажду, что решил напиться воды с колодца. Еле-еле подошёл он к колодцу, наклонился к воде, и тяжёлые камни потянули его на дно колодца. Увидели это семер коза и стали на радостях плясать вместе со своим матушкой. Вот так они проучили злобу волка.